Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале ЕИ ТВ в студии Тимофей Львутин. С начала суток боевые действия продолжались на Мариупольском направлении. Также ситуация обострилась в Крымском, что на Луганском направлении и вблизи Павлополя. Потерь среди наших украинских военных нет, сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поражен масштабами разрушений в поселке Широкино Донецкой области. Об этом сообщил председатель областного военно-гражданской администрации Павел Жибриский. По его словам, главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии в сопровождении наблюдателей миссию БСЕ побывали вблизи поселка. Хайко Маас заверил, что будет всячески способствовать урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. 28 гражданских лиц погибли и 86 получили ранения с начала года на Донбассе, рассказал заместитель председателя специальной мониторинговой миссии БСЕ Александр Хук. Среди них двое детей убит, еще 10 ранены. В результате провокационных обстрелов боевиков в Донецкой области в прошлом месяце погибли 15-летняя девочка и 13-летний мальчик. От Азовского моря аж до станицы Луганской мужчины, женщины и дети гибнут и получают ранения. Самым маленьким необходима защита, детям нужно детство. Последнее событие показывают, вместо того, чтобы уберечь, их убивают и травмируют. Украинский военный, спасший жизнь дочери на передовую от полученных ранений, умер в больнице в Днепре. Об этом сообщил главврач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Николай, старший сержант, служил на Донбассе в одном подразделении с дочерью-медиком Ярославой. 25 мая оба попали под обстрел боевиков. Мина разорвалась в трех метрах от них. Николай прикрыл дочь от осколков. Военнослужащих госпитализировали. Девушка получила сотрясение мозга и травму уха. Он был четырежды в состоянии клинической смерти. Однако последний раз, около семи утра, завести сердце уже не удалось. Он погиб. Большая трагедия. Дочка выздоравливает. Ее жизни ничего не угрожает. Она сама передвигается. Она вместе с нами. Отработку наступательных действий, преодоление водных преград и захват плацдарма провела на полигоне «Широкий Лан» одна из механизированных бригад украинской армии. Некоторые задания дались бойцам нелегко, однако поставленную задачу выполнили. Контролировал ход учений начальник генерального штаба вооруженных сил Украины главнокомандующий Виктор Муженко. Подробности в сюжете Игоря Меделяна. Начальник генерального штаба отправляется на учения боевых подразделений. На полях техника и бойцы. Кипит работа. Небольшой перерыв и глубокой ночью переезд на новый полигон. Командный пункт напоминает муравейник. Рядом развивается красный флаг. Знак того, что активная фаза учений уже идет. На связи подразделения механизированной бригады. Я Татарин Плюс. Работаем по команде. По команде. Так, понял. Меня прием. В небо поднимаются несколько осветительных ракет. Одна из них оказывается мишенью. Силы противовоздушной обороны мгновенно уничтожают учебную цель. По замыслу учений украинские военные должны выбить противника с занимаемых позиций. Занять плацдарм и закрепиться на нем. Учатся действовать под прикрытием ночи. Невооруженным глазом передвижения войск не видны. С рассветом подразделение аэроразведки готовит к запуску беспилотник. Это модель дрона украинского производства. Такие аппараты зарекомендовали себя на фронте Донбасса. Много раз выявляли технику и позиции оккупантов. Сегодня на учениях мы отрабатывали обнаружение противника днем и ночью. Наблюдали ход боя. Выполняли задачи по назначению. И вот очередное продвижение. По наземным целям бьет артиллерия. Затем выходит бронетехника, танки и БМП. Задача машин – форсировать реку, продолжая оттеснять вражеские подразделения. Не каждые учения даются легко. В этот раз, преодолевая водную преграду, один из танков завяз в речном иле. На помощь пришли инженеры. Машину вытащили. Экипаж испытания нештатной ситуации выдержал, получив вместе с воином-водолазом поощрение от командования. Эта бригада неоднократно принимала участие в боях на Донбассе. Однако, несмотря на уже полученный боевой опыт, военные продолжают оттачивать навыки даже в тылу. Но вернуться на передовую, говорят, готовы в любой момент. Не в том дело тянет или хочется. Нужно. Нужно ехать и защищать нашу страну. Немного отдохнули, теперь послужим. Это должен кто-то делать. Игорь Меделян, Николаевская область, ЮЭТВ. Окупационные власти полуострова депортируют крымчан, не получивших российский паспорт. Об этом ЮЭТВ сообщила аналитик крымской правозащитной группы Александр Седов. По его словам, российские суды в Крыму вынесли уже как минимум 180 решений, согласно которым крымчане вынуждены покинуть полуостров. За решением суда следует штраф. После нескольких штрафов граждан выселяют в Краснодарский край, оттуда перевозят в Ростов-на-Дону и через восточную Украину, и через восточную границу в Украину. Все такие действия, это нарушение международного гуманитарного права. Во-первых, Россия запрещается распространять свое право на оккупированную территорию. То есть в Крыму должно действовать право Украины. Не запрещено депортировать граждан, которые находятся на населении оккупированной территории. Они не имеют права вообще навозить их куда-то, замещать. Они не имеют права. Это запрещено согласно женевским конвенциям. Глобальная акция «Сейф Олексенсов» продлится до понедельника. В более чем 70 городах по всему миру люди выйдут в поддержку украинского политзаключенного. Сегодня к освобождению режиссера призвали в Брюсселе, Бордо, Тель-Авиве, Казани и Сиднее. Принять меры для спасения жизни украинских политзаключенных призывает и жители Канады. Они обратились к лидерам стран Большой Семерки, которые в следующую пятницу приедут в Канаду на саммит. В сети публикуют видеообращение с хэштегом «Сейф Олексенсов». Я призываю лидеров стран Большой Семерки сказать России «отпустите украинских политзаключенных, отпустите моих людей». Олексенсов голодает уже три недели. Призываю лидеров G7 обратить внимание на украинских политзаключенных на предстоящем саммите. Двух полицейских госпитализировали в Шотландии. Мужчина с ножом набросился на правоохранителей, которые прибыли по вызову. Полицейский ранен в шею и находится в тяжелом состоянии. Его напарница получила легкие травмы. Патрульный задержали нападавшего. Во время погони его сбил полицейский автомобиль. По данным следователей, это нападение не связано с терроризмом. Восемь детей с ожогами попали в больницу в результате ЧП в торгово-развлекательном комплексе в российском Иркутске. В игровой комнате детям показывали научные эксперименты. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку. Под огнем очутились дети в первом ряду. Родители пишут в соцсетях о бездействии персонала в первые минуты трагедии. Полиция задержала технического директора центра. Было воспламенение, направленное воспламенение прямо на детей. То есть, вы знаете, как в фильмах из огнеметов. Вот. И прямо на моего ребенка. Я видела, как он горит, и бросилась к нему тушить. Самое массовое детское исполнение вальса в Украине. Такой рекорд установили на киевском балу. Больше тысячи маленьких украинцев из разных городов приняли участие в танцевальной постановке. Номер готовили около недели, использовали разные хореографические элементы. Детский бал на Контрактовой площади в Киеве стал первым танцевальным событием такого масштаба. На протяжении двух дней здесь будут выступать коллективы, проводить мастер-классы по танцам. В планах организаторов сделать детский бал под открытым небом ежегодной традицией в День защиты детей. Именно вот эта бальная культура несет в себе идеалы красоты, добра, взаимопонимания, толерантности, благотворительности. То есть самое лучшее качество. Не зря венский бал был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Именно эти идеалы мы хотели распространить не на ограниченный круг людей, а на целое общество. Поэтому мы присутствуем на действительно уникальном событии на открытом киевском балу. Актуальную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала E-TV.E. На этом у нас пока все. Увидимся буквально через два часа. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok